Пенсионные реформы С другой стороны, проводятся опросы отношения граждан России к намечаемым мерам. А как известно, верно, намечаются одни – повысить пенсионный возраст. Вот совсем недавно прошел вопрос, проведенный одной компанией, как бы результаты, как относятся граждане России. Значит, против этой меры выступили 55 опрошенных, 33% опрошенных сказали, что пенсионный возраст в России надо сокращать, 6 выступили в поддержку повышения пенсионного возраста, а 6 не определились. То есть получилась очень интересная картина, что большинство россиян, граждан России вполне определенно высказались против повышения пенсионного возраста. Ну и похоже, что опять нашему правительству не повезло с народом, который никак не понимает необходимости повышения пенсионного возраста. Вот у известного философа Гегеля есть очень точное выражение, что неистинные есть недостижимые, и непостижимые тоже. Вот и здесь наше правительство, видимо, делает такие вещи, которые и невозможно научным образом обосновать. Ну, давайте на всякий случай проверим научное обоснование того, как должен изменяться пенсионный возраст, если он должен изменяться. Ну и в соответствии с этим правомерно ли считать, что предлагаемая пенсионная реформа, а суть ее пока сводится к одному, повышение пенсионного возраста, имеет научное обоснование. Для этого надо рассмотреть, в общем, три вопроса, которые здесь обычно возникают в связи с этим. Первое, это много или мало работают граждане России, и какова вообще закономерная динамика в изменении трудового стажа. Есть такая закономерность или нет такой закономерности, это надо выяснить. И тогда проверить, насколько это предлагаемое правительством мероприятие согласуется с такой закономерностью. Второе, очень много говорят о том, что граждане России стали жить долго, можно сказать, почти что зажились, то есть растет продолжительная жизнь. И вот это, дескать, свидетельствует в пользу необходимости повышения пенсионного возраста. Ну и третье, о чем обычно говорят, что нет денег. Вот мы всегда слышим, что не хватает денег для пенсионеров, для того, чтобы выйти из этого положения. Вот и надо повысить пенсионный возраст, то есть превратить тех, кто сегодня выступает в качестве пенсионеров, вроде бы как людей трудоспособного возраста. Ну давайте по порядку рассмотрим все эти три приводимых довода. Первое, о том, много или мало работают наши люди, то есть каков их трудовой стаж. Вот здесь надо вот чем разобраться и как он изменяется. Значит, как мы будем измерять трудовой стаж? Обычно измеряют его в годах. Это понятно, конечно, это очень важно. Но на самом деле, когда мы речь идем о труде, о трудовом стаже, то мы должны поточнее присмотреться к этому вопросу и процессу измерения. Потому что, когда рабочий или любой работник трудится, то время его труда измеряется в часах. А трудовой стаж – это тоже период труда. Есть целая система периодов. Есть рабочий день, есть рабочая неделя, есть рабочий месяц, есть время отработанное за год, а есть время отработанное за трудовую жизнь. Так давайте применять одну и ту же меру – час. Поэтому, если мы рассматриваем трудовой стаж в 2009 годах, это одно. Если мы рассматриваем трудовой стаж, посчитанный как сумма часов отработанных за время трудового стажа в годах, это, возможно, будет другое совсем. Какой способ измерения, точнее? Я думаю, все со мной согласятся, что тот способ измерения, который предполагает расчет отработанных часов. Ну, давайте посмотрим, сколько работают российские работники за трудовую жизнь и как изменяется трудовой стаж в России и за рубежом в случае, так сказать, осуществления пенсионной реформы, связанной с повышением пенсионного возраста. Расчеты очень простые. И мы берем, как город у работников, людей, которые, скажем, вышли на пенсию в 2008 году. Учитываем, какой трудовой стаж в среднем в России и в Европе. Поскольку у нас на пенсию выходит раньше, то трудовой стаж, рассчитанный в годах, в российских работниках действительно меньше. То есть мы в среднем работали, точнее не мы, а те, кто вышли на пенсию в 2008 году, в среднем отработали меньшее количество лет. Вот в Германии пенсионеры 2008 года отработали свою трудовую жизнь в 43,9 года. В Италии в 42,9 года. Во Франции в 41,2 года. А в России в 39 лет. Это в среднем мужчины и женщины. В среднем берутся цифры. Трудовой стаж, вычисленный в годах, как выяснилось у нас в России, самый короткий. А давайте теперь посчитаем, а сколько же за этот короткий трудовой стаж, якобы короткий, часов отработали наши работники. В среднем, конечно. И сравним с тем, что произошло в Европе. Итак, в Европе пенсионеры, которые выходили в 2008 году, в Германии за свою трудовую жизнь, они отработали порядка 75,580 часов. В Италии цифра 80 на 1547 часов. В Франции 72 701 час. В России 76 088 часов. Итак, за более короткий трудовой стаж, выраженный в годах, российские работники отработали больше часов, чем работники в Германии, чем работники Франции. Ну и чуть меньше часов, чем работники в Италии. Поэтому сами по себе годы, как мы видим, мало о чем говорят. Потому что эти годы будут наполнены разным количеством труда. Вот теперь посмотрим, что же будет, так сказать, в названных европейских странах произойдет и в России после пенсионной реформы, связанной с повышением пенсионного возраста. Значит, вот как надо поставить вопрос. До... мы должны что сравнить? Трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до повышения пенсионного возраста, и трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию после повышения пенсионного возраста. Тогда мы узнаем, сокращается время, отработанное в часах за трудовую жизнь у последующих поколений или увеличивается Мы с вами знаем, это хорошо известно всем, что вообще говоря, в современном обществе действует закономерность сокращения рабочего времени Значит, если мы сравниваем рабочий день, который был нормальным, считался полтора века назад и сейчас Тогда это было 13-14 часов, а сейчас в развитых странах дошло уже дело до 6 часов Значит, если мы будем сравнивать рабочую неделю, там тоже по 70 часов работали, сейчас уже по 35 и меньше в развитых странах То же самое и с количеством времени, отработанного за год Если раньше работали по 3000 часов с лишним, то сейчас, скажем, в Нидерландах этот цифр составляет 1380 часов в расчете на одного работника за год В Германии порядка 1480 часов и так далее Ну, в России эта цифра составляет порядка 1980 часов Большое отличие, конечно Так вот, можно предположить, что закономерность сокращения рабочего времени распространяется и на продолжительность трудового стажа Разумеется, измеренного в часах Вот если мы проверим это наше предположение, что получается? Значит, вот представьте себе, что мы будем сравнивать трудовой стаж, который имеют работники, скажем, немецкие, на 2001 год, ставшие пенсионерами И трудовой стаж немецких работников после проведения реформы Она у них завершится где-то в середине 2020-х годов И тоже связана с повышением, конечно, пенсионного возраста Давайте сравним Кто же больше часов в трудовой жизни отработает? Работники, которые уходили в 2001 году и имели трудовой стаж в годах более короткий, чем работники, которые выйдут на пенсию в 2020 году Кто же из них больше часов отработает? Расчеты показывают, что работники, которые вышли на пенсию в 2001 году, скажем, в Германии, отработали 79 тысяч часов А те работники, которые выйдут на пенсию в начале 2020-х годов, отработали свою трудовую жизнь Около 69 тысяч часов, то есть меньше Хотя работать они будут больше, почти на 6 часов То есть по годам работа больше, а по часам работа значительно меньше На 9 тысяч часов меньше То же самое и для Франции По годам работа больше на 3 года, а по часам работа меньше будет за трудовую жизнь на 8 тысяч часов То есть мы видим, что закономерность сокращения рабочего времени действует и по отношению к трудовому стажу Когда мы сравниваем две когорты населения, то есть те, кто выходили на пенсию раньше и те, кто выйдут на пенсию позже Поэтому, в общем, в европейских странах повышение пенсионного возраста это не такая штука То есть последующие поколения, новые поколения будут жить все-таки лучше Работать меньше и иметь свою жизнь больше свободного времени, чем те, кто трудился раньше Это нормально, это связано с прогрессом производства А что же в России? В России после повышения пенсионного возраста на 5 лет, за что так ратуют наши некоторые руководители Я бы щеркнул, не все руководители Сложится такая картина, что если в 2001 году работники отрабатывали за трудовой стаж в 38,5 лет 75 тысяч часов То после пенсионной реформы средний трудовой стаж составит 44 года И будут отрабатывать наши люди в среднем 84 тысячи часов То есть прирост на 9 тысяч часов Как же можем сравнивать положение наших работников с положением европейских работников И говорить о том, что мы должны проводить реформу по опыту европейских стран Опыт европейских стран в том состоит, что они проводят такие реформы в соответствии с законом сокращения рабочего времени То есть последующие поколения в трудовую жизнь отработают меньшее количество часов У нас же все наоборот То есть трудовая нагрузка у тех, кто приходит в более, как нам говорят, продвинутые производства Цифровой, автоматизированной и так далее Возрастет по сравнению с трудовой нагрузкой тех, кто трудился без роботов и цифровых технологий Значит, поэтому аргумент о том, что наши работники меньше работают И что надо ориентироваться на европейский опыт Совершенно никуда не годится Наши работники за меньшее число лет отрабатывают куда больше времени, чем за рубежом Это первое А во-вторых, после повышения пенсионного возраста Наше поколение новое будет отрабатывать за свою трудовую жизнь Куда больше часов, чем предшествующее А в Европе последующие поколения будут отрабатывать куда меньше часов, чем предшествующее поколение Второй аргумент Вот говорят их очень о продолжительности жизни Что у нас возрастает Давайте сравнивать нашу продолжительную жизнь с продолжительностью в европейских странах Чтобы говорить, насколько правомерно обращаться к опыту европейских реформ в области пенсионного возраста Значит, пожалуйста, давайте узнаем Давайте узнаем, какова продолжительность жизни мужчин Предстоящая продолжительность жизни мужчин в возрасте 60 лет А в России, скажем, а во Франции Так вот, мужчины в 60 лет могут прожить после достижения этого возраста В России 14 лет, а во Франции 22 года Разница 8 лет Для женщин, может, у нас только мужчины так отстают от французских Нет, и для женщин тоже, смотрите Значит, после достижения 60 лет продолжительность предстоящей жизни у женщин в России в среднем 19 лет А во Франции 28 лет Разница тоже в 9 лет Поэтому у них можно повышать пенсионный возраст Они еще после этого повышенного пенсионного возраста поживут А у нас уже не поживут Больше того Мы можем принять во внимание Еще такой очень интересный показатель Который называется Ожидаемая продолжительность здоровой жизни Или мы думаем, что после выхода на пенсию Надо уже, чтобы человек был полный инвалид И чтобы вообще ему надо жить нормально Надо все выжить, в соке выжить И чтобы он просто от одного врача к другому ходил и жил только при помощи лекарств Или мы все-таки считаем, что нормально Что человек после выхода на пенсию Какую-то часть жизни своей проводит Будучи здоровым достаточно И пользуясь заслуженным, вполне отдыхом Так вот, давайте посмотрим Такое показатель, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни То есть так, когда человек может наслаждаться жизнью И не мучиться от хронических недугов Для людей, которые достигли 50 лет Так вот, для России этот показатель составляет 14 лет То есть в 64 года в среднем Заканчивается здоровая жизнь у мужчин в России А вот нам предлагают как раз повысить пенсионный возраст до 65 Чтобы вот все соки выжить А потом инвалид пусть там находится на пенсии А как дело обстоит в европейских странах На опыт которых мы очень часто любим ссылаться Мы, я имею в виду проповедники, конечно, не себя, а своих товарищей А тех, кто выступает за повышение пенсионного возраста Так вот, во Франции Ожидаемая продолжительность здоровой жизни у мужчин в возрасте 50 лет 26 лет Не 14, как в России, а 26 То есть если они повысят пенсионный возраст до 65 То люди, мужчины, французские, ну еще так поживут Поживут неплохо 19 лет А наши должны уже умирать В Нидерландах В Голландии Значит, мужчины, достигшие 50 лет Будут жить здоровой жизнью еще в среднем 27 лет В Шевицарии 30 лет Посмотрим, может быть, женщины Особенно здоровые, да По достижению пенсионного возраста Посмотрим на женщин Итак, женщины в возрасте 50 лет Ожидаемая продолжительность их здоровой жизни Ставает 16 лет То есть только до 66 Так вот, если бы по 8 пенсионный возраст до 65 Как предлагают некоторые представители власти Не все подчеркивают То здоровая жизнь будет характерна только в течение одного года после пенсии А потом уж умирать, зачем вообще жить Только это вот совсем лишнее Видимо, так полагают Сторонники увеличения пенсионного возраста Во Франции Это показатель составляет 31 год В Швейцарии 32 года Опять небо и земля Опять во Франции, в Швейцарии В Германии, в Нидерландах Повышать пенсионный возраст можно Это не несет большого ущерба здоровья Люди еще после выхода на пенсию 10-15 лет будут нормально жить Здоровый образ жизни вести А у нас уже Наши люди не смогут этого сделать Потому что они все отдадут Все силы отдадут производству То есть с точки зрения продолжительности жизни Аргументы в пользу повышения пенсионного возраста в России Никуда не годятся Опять, никаким образом Вот, если смотреть на эти данные И опять ссылка на европейский опыт Тоже никуда не годится То есть при пенсионном возрасте 65 лет У наших пенсионеров здоровой жизни быть не может Поэтому нет никакой возможности повышать такой пенсионный возраст до этого уровня Это неудивительно Потому что первое обстоятельство Количество отработок часов И второе обстоятельство Здоровье сохраненное Между собой очень тесно связано Понятно, что если люди больше трудятся Они, так сказать, скорее изнашиваются организм И для примера я скажу такую вещь Скажем, рабы в древнем Риме Трудились только 15 лет Только 15 лет Но поскольку они каждый день трудились по 14-16 часов То они за жизнь отрабатывали За короткую трудовую жизнь Отрабатывали 80 тысяч часов То есть больше, чем немецкие современные рабочие за 45 лет И после 30 лет они уже были никуда не готовы Только негодны Они просто умирали Их уже никто и кормить не хотел Вот этого им, видимо, к этому стремятся, так сказать Те, кто хотят инициировать вот такую пенсионную реформу Ну и третий аргумент Значит, третий аргумент такой, что нет денег Вообще обсуждать нечего Ну что такое, так сказать, бюджет пенсионного фонда Это 7,5 триллионов рублей У нас выводится капитал каждый год Половина этой суммы А в цену, вот по оценкам, так сказать, Глазева Выведено триллион долларов То есть это порядка 65 триллионов рублей То есть это 10 бюджетов пенсионных годовых Ну не надо просто давать выводить эти деньги А использовать их на пенсионные нужды Поэтому смешно говорить, что в России нет денег Ну второе, так сказать Закройте вот это вот, а второе Ну сколько же можно говорить Сколько же можно, точнее говоря, отказываться от введения прогрессивного подохода у налога Ну как у европейских стран Ну всякий порядочный, так сказать, французский миллиардер Ну своих миллиардов заплатит 60% налог Ну а почему российский? Чем они хуже? Вот я даже удивляюсь Почему вот российские миллиардеры считают себя Какими-то более, так сказать, слабыми Какими-то нуждающимися в большей социальной защите, чем французские? Как-то обидно за наших миллиардеров Ну кто бы сам выступил за свою инициативу и бы сказал, что 60% Ну вот когда вбили такие подоконные налоги на обеспеченных граждан Я думаю, вообще, как вы говорите, стыдно как-то О, так сказать, дефиците бюджета пенсионного фонда Ну это не серьезно, это даже не обсуждается Значит, ну если вот все-таки говорить о том Еще одно соображение Что говорили, вот мы вводили пенсионный возраст В середине 60-х, простите, в середине 30-х годов Когда ожидаемая продолжительность жизни составляла 40 лет Давайте этот аргумент тоже разберем, вернемся к ним Что означает ожидаемая продолжительность жизни? Это же не то, что люди на самом деле живут А это вероятность даже и до возраста Это вероятность непоказательная Так вот на него влияет очень сильно Смертность по разным возрастным категориям В том числе и детская То есть не надо думать, что в середине 30-х годов Все люди в среднем жили 40 лет Ничего подобного Вот детская смерть была достаточно высокая Еще сразу, так сказать, нельзя было отделаться от древолюционного наследия Скажем, моей прабабушке, крестьянке Марии Федоровой Цепляковой Было 18 детей, родилось 18 А даже до взрослого 4 То есть колоссальная, так сказать, детская смертность была Так вот, эти цифры Не были до конца определены И поэтому, на самом деле Не надо думать, что на перечень Никто не выходил в середине 30-х годов Когда этот возраст вводился Так вот и сейчас Уже мы, так сказать Как мы видим дальше Продолжительность жизни у нас тоже, так сказать Отнюдь не блестящая И поэтому ссылаться на нее ни в коем случае не надо Итак, возвращаясь к тому, когда можно будет повышать пенсионный возраст В принципе, это возможно? Возможно Вот, если следует европейскому опыту Простая вещь, предпосылка Вот сначала на протяжении нескольких десятилетий Должно действовать сокращение рабочего времени Да, сокращение рабочего дня Рабочей недели И когда вот накопится такое сокращение Тогда поколение людей Которые за жизнь своей трудовой отработали мало часов Могут поработать больше на 2-3 года По сравнению с теми Кто работал больше часов в день В месяц и в рамках года Вот по нашим расчетам получается так Что если мы через 5 лет Вернее, сейчас введем 7-часовой рабочий день А через 5 лет введем 6-часовой рабочий день То совершенно безболезненно К 2030 году можно повысить пенсионный возраст в России на 2 года Потому что люди к этому времени Которые будут выходить на пенсию в 61 год В 62 года мужчина, а женщины в 57 лет Они будут отрабатывать в целом все-таки меньше часов Чем те, кто уходит при действующем пенсионном возрасте Пожалуйста, мы отнюдь не зарекаемся от того Чтобы повышать пенсионный возраст Но для этого надо будет первое, самое главное условие Сократите рабочий день до 7 часов, до 6 часов И в таком режиме пусть наши граждане поработают 10 лет, 15, 20 лет После этого можно повышать пенсионный возраст Спасибо за внимание, уважаемый товарищ Спасибо за внимание, уважаемый товарищ